Друзья, всем большущий привет! В этом выпуске я хочу показать и рассказать, как я установил банную печь в своей небольшой дачной баньке. Устанавливаться она будет вот в такой проем и топиться будет с предбанника. Полы у меня выполнены в виде щитов, поэтому я их снял и вынес на улицу, чтобы не замарать. О самой печи я расскажу чуть-чуть попозже. Итак, ближе к делу. В месте установки печи я закреплю три доски пола толщиной 50 мм. Сверху я креплю лист из огнеупорного материала фламу. Закреплю его на саморезы, предварительно просверлив отверстие. Следующим шагом я размечаю и нарезаю базальтовый картон с фольгой на одной из сторон. При помощи степлера я закреплю его по периметру проема. Вот так вот все выглядит на данном этапе работ. Далее я развожу жаростойкую смесь для кладки и начинаю выкладывать подиум подпечь в один кирпич. На этом этапе работы я бы скорее всего ухрюкал бы все полы, если бы их не снял. Кирпич перед кладкой я замачивал в бочке. Друзья, это мой первый опыт кладки кирпича, поэтому я прошу с пониманием отнестись к качеству выполняемой кладки. Я конечно буду стараться, но тем не менее. Итак, дело пошло. При помощи уровня я проверяю плоскости и при необходимости поправляю. Выложив кирпичи для подиума, я немного осмелел и вообразив из себя крутого каменщика, я решил выложить защитный экран вдоль перегородки. Чтобы швы были хоть немного одинаковые и из куска вагонки я отрезал пару реек и при помощи их формирую толщину слоя. Ряд за рядом и в итоге вот так вот у меня получилось. Как думаете, пойдет для первого раза или можно было лучше? Я развел немного клея для кафеля и решил положить на кирпич керамогранит, остатки которого благополучно ждали своего часа на балконе после ремонта ванн. Вот такой вот прочный подиум у меня получился. Следующим шагом, пока подиум подсыхает, я подготовлю потолочно-проходной узел. Я нарежу несколько отрезков фламы и закреплю внутри ППУ через проставки из той же фламы. Зазоры я в дальнейшем все заполню базальтовой ватой. Итак, друзья, подиум подсох и пришло время установки самой печи. Печь у меня от компании Aston, одна из торговых марок завода Vesuvia, модель Aston INX-12. Данная модель выполнена из нержавеющей стали AISI 430 толщиной 3 мм. Имеет стеклянную дверку и оснащена закрытой каменкой. Это вообще классная плюшка, благодаря которой можно получить мелкодисперсный пар, как в русской бане. Главным приоритетом при выборе печи было эта компактность печи и ее быстрый нагрев. Этим требованиям полностью соответствует данная модель. Несмотря на свои небольшие размеры, печь имеет длину топки 285 мм. В процессе эксплуатации дверку не поведет, так как она выполнена из особо прочной котловой стали 0.9 G2S. Колосник съемный, выполнен из чугуна. Печь вполне реально корячить в одного, так как у нее вес всего 42 кг. Кстати, у Aston есть печи такой же конструкции, из черновой стали и из чугуна. Но я выбрал именно из нержавейки, так как у нее очень быстрая теплоотдача. Кого заинтересовала данная модель, ссылку на нее найдете в описании под видео. А в конце выпуска мы обязательно затестим эту печь. Итак, переходим к монтажу потолочно-проходного узла. Выполняем разметку на потолке. Это можно сделать при помощи простого уровня, но у меня есть лазерный, поэтому я применю его. Ставлю отметку, затем приставляя ППУ, совмещаю центр отверстия в ППУ с меткой и обвожу сам проходной узел. Затем вырезаю отверстия в потолке, отступив по 3 см с каждой стороны от линии разметки. Далее все деревянные элементы я закрываю базальтовым картоном. Все стыки проклеиваю алюминиевым скотчем. Теперь закидываю ППУ и закрепляю его саморезами с пресс-шайбой. Устанавливаю бак для воды, затем шибер и переход на сэндвич. Все комплектующие для дымохода, а также сам дымоход и бак для воды я использую от завода Везувий. Вот так вот все выглядит сверху, все пустоты я в дальнейшем заполню базальтовой ватой. Далее делаю отверстия в крыше, размечаю и вырезаю. Металл буду резать болгаркой, знаю что это нежелательно, но ножниц под рукой нету, а ехать в город за ними 100 километров, что-то не сильно хочется. Пока я ковырялся внутри, снаружи пошел очень сильный снегопад. И навалило 10 сантимов снега, чего я не ожидал. Так, сейчас подготовлю мастер флэш. Обрежу его по нужный диаметр дымохода. Сделать это очень просто, на мастер флэше все подписано заводом-изготовителем. Теперь натягиваю его на дымоход. С монтажом мастер флэша были еще те танцы с бубном. Из-за снегопада пришлось дождаться его окончания, смести весь снег с места установки, растопить аккуратненько, налить горелкой, все насухо вытереть и потом уже наносить силикон и закреплять мастер флэш. Но у нас не пугают трудности и все благополучно сделано. Итак, все закреплено. Дополнительно я отрезал лист металлочерепицы и завел его под конек, а также завел на мастер флэш. Теперь протечки точно не будет. За кадром я доложил кирпич, снимать этого не стал. Делал именно так, как показывал ранее. Осталось лишь защитить пространство вокруг печки внутри парной. Для этого я буду использовать огнестойкие фиброцементные панели, декорированные под кирпич. К стене они крепятся через ктулки, но в моем случае они немного великоваты, поэтому я буду использовать обычные гаечки. Надевая их на саморез, я подберу нужную мне длину. Чтобы при вкручивании самореза плита не раскололась, я предварительно ее просверлю сверлом тройкой. Вот так вот все получилось. За кадром все стыки закрою уголками и нащельником. Теперь переходим к одной из основных задач. Это закладки камней. Начну с внутренней каменки. Откручиваю фланец. Камни буду использовать в жидеид. Каждый камушек я предварительно помыл. Как можно плотнее укладываю камни. Конечно, намного удобнее внутреннюю каменку было бы заполнить на неустановленной печи, положив ее на бок. Но об этом я подумал только сейчас. Каменка заполнена, фланец прикручен обратно. Теперь закреплю заливную воронку. На данной модели печи предусмотрено два места крепления воронки. В удобное для нас место крепим воронку, а второй глушим заглушкой, которая идет в комплекте. Теперь снимаю защитную пленку с ограждения внешней каменки. Собираю и устанавливаю ее. Тут все очень просто. Берем крепеж из комплекта и вкручиваем в заводские отверстия. Теперь заполню все камнями. В общей сложности у меня ушло 120 килограммов камней. Итак, друзья, работа окончена. Давайте произведем пробный пуск. Температура на улице минус 6. В помещении вот так вот показывает термометр. Делаю первую закладку дров и поджигаю. Дрова использую березовые. На улице у нас продолжает идти снег. Первая закладка дров у нас прогорела и температура в парной поднялась до 35 градусов. Делаю вторую закладку дров. Друзья, это на самом деле очень хороший результат, который меня безусловно радует. С одной закладки дров печь смогла прогреть внушительный слой камней и само помещение с минусовой температуры. Немаловажно играет и сухость дров. У меня березовые дрова, как я уже говорил. Сушатся они примерно год. Итак, догорает вторая партия дров и температура внутри парной у нас 77 градусов. В принципе, баня готова к использованию, чем я сейчас и займусь. Продолжение следует... Жесть вообще! Блин, слегонца борщинул. Итак, друзья, все работы и банные процедуры окончены. Что я могу сказать? Проделанной работой я очень доволен, особенно доволен печью. Если перед вами стоит выбор банной печи, то можете смело рассматривать этого, а также других кандидатов из линейки печей Астон. На этом я заканчиваю этот выпуск. Если понравилось, поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я всем желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.